Приветствую, мои дорогие зрители GamePilot, с вами Всеволод Уваров, а это значит, что вы смотрите передачу Игры Мундири, в которой я проведу экскурс по игровой индустрии и познакомлю вас поближе с теми играми, которые вы любите и с теми, о которых вы ничего не слышали. И сегодня мы стряхнём архивную пыль с одной интересной серии игр, которую я чрезвычайно люблю. И это серия Sirius Sam. Начало 21 века в игровой индустрии является затишьем в жанре шутер. После отгремевшей в 98-м Half-Life разработчики осознали, как нужно делать стрелялки, чтобы угодить игрокам. Кинематографично, сюжетом и долей реализма. Поэтому игровых дел мастера закрыли своих студиях в попытках создать свой Half-Life. И пока они там кроптели, на прилавки скудно выходили либо шутеры, проверенные временем, как Quake 3, либо рисковые полусырые шутеры вроде Soldier of Fortune, либо очень оригинальные проекты, совмещающие в себе помимо шутера много других механик, как Deus Ex. И казалось бы, что всё. Эра аркадных шутеров ушла вместе с Дюком Нюкемом, пора бы ей помахать ручкой попрощаться и открыться прогрессивному будущему, но в Хорватии так не считали. Да, именно в стране, давшей моду на галстуке, в городе Загреб проживало шестеро ребят, которые буквально вынули из-за бения местные шутеры в жанре «Убей их всех». Основав в 93-м году студию Кротим, парни на коленках создавали ничем не выдающиеся футбольные симуляторы. Вскоре осознав, что футбол он не по душе, Кротим в 96-м анонсировала серьёзного Сэма. Игроки, в принципе, были не против увидеть нечто в духе Дюка Нюкема, но вскоре о Сэме, да и о самой компании все забыли, потому что Кротим на долгие 4 года опустила железный занавес, и ни одной новости о проекте через него не просочилась. И только в 2000-м году, неожиданно для всех, вышла демоверсия, показывающая красоты игры и немного геймплея. Сколько же дерьма вылилось на серьёзного Сэма. Ругали его вообще все, и за кривую графику, и за анимацию, и за стороны дизайн, да и шутерная механика казалась многим не по душе. Но спустя год, все заткнулись. Та тёмная лошадка, та неизвестная игра от неизвестной студии, которая делала только футбольные симуляторы, произвела эффект своего логотипа. Эффект бомбы. Да, те, кто не стеснялся на крепкие выражения в сторону серьёзного Сэма, становились его ярыми фанатами, а игровая пресса была взбудоражена таким внезапным появлением яркого и запоминающегося шутера. И правда яркого. Взгляните хоть на Quake, хоть на Unreal, хоть на Half-Life. Серая палитра, грязные цвета, угнетающая атмосфера, тлен и безысходность. Serious Sam The First Encounter брызжал цветами, показывая нагретые ярким солнцем пески древнего Египта. Но что поражало больше, так это наплевательское отношение к тенденции, заведённой Half-Life. Какой-то постановки, внятного сюжета или драматизма тут нет и в поймине. Есть только основная завязка, которая в принципе является сюжетом всей серии. В недалёком будущем люди где-то в Египте нашли артефакт древней могущественной расы с далёкой планеты Сириус. Исследование этого артефакта привело к прогрессированию человечества до настолько, что в космос начали летать их на работу. Но вместе с прогрессом артефакт привёл на Землю ту самую древнюю расу во главе с крайне злым менталом. Как человечество не отбивалось, а рогатых нечисти было больше, поэтому люди оказались на грани полного истребления. И по случайному сечению обстоятельств учёные в этот самый момент нашли ключ к вечности. Ещё один древний артефакт, с помощью которого можно было переноситься в любую точку временного континуума. Загвоздка была в том, что отправить можно было только одного человека, но убирать долго не пришлось. Сэм Ульстолм по кличке Крутой Сэм, как герой войны против инопланетян, был отправлен в прошлое, чтобы искоренить ментал от вторжения на Землю, дабы, естественно, спасти человечество. А Сэм в принципе был и не против. Ну ещё бы, кто, как не он, любит садить пародию же на бой мягенькие тела хищных инопланетян и при этом произнести что-нибудь ироничное? Ну, разве что ещё Дюк Нюкем этим баловался. И было бы правильно сказать, что Крутим вдохновлялась Дюком, когда создавала образ Сэма. Но никакого плагиата тут нет. Как ни крути, а Сэм и Дюк это хоть и похожие, но разные личности. Дюк озабоченный, самовлюблённый, пошлый блондин, пускающий сортирные шуточки, комментируя чуть ли не каждое своё действие. В этом и состоит его обаяние. Он и таки школьник в теле перекачанного мужика. Серьёзный Сэм, во-первых, Брюнет, во-вторых, по большей части молчит. Но его комментария более ядки и ироничная. В совокупности с его настоящим мужским рыком, Сэм оставляет ощущение прожжённого парня, который ленится в любой бой, лишь бы в руках была верная двустволка. Да и не только двустволка. The First Encounter было великое разнообразие оружия. Тут вам и пистолеты, и дробовики, и автоматы Томпсона, и миниганы, и ракетницы, и даже настоящая средневековая пушка. Всё это богатство крутой Сэм наверняка держит в своих стальных яйцах, не как иначе. Но какой толк от оружия, если его не на кому пробовать? И вот тут проявляется вся хорватская фантазия. Бестиарий врагов очень большой, и его разнообразию стилю позавидует любой современный шутер. Как вам, например, квадратный одноглазый гнар из хищным птом на полкила? Или безголовые камикадзе, которые всё равно как-то умудряются орать? Или скелеты рогатых лошадей с гигантскими когтями на передних конечностях? Да тут каждого врага хотелось рассмотреть поближе, прежде чем его убивать. Настолько они были классными и необычными. Их было дохрена. На пороге гигантских открытых локациях на вас сбрасывали десятки, нет, сотни врагов. И у каждого была своя особенность, которую нужно было учитывать. Почти каждому врагу нужен был свой подход, своя тактика, своё оружие. И как же это было охрененно. В игре было столько задора, столько драйва, что материться в экраны произносить фразочки типа Да, детка, был абсолютной нормой. При этом противники были чуть-чуть умнее занавески. Они пренебрегали укрытиями и не пользовались тактикой. Вместо этого они давили числом и двигались только в одном направлении. В вашем. И вот вы в окружении врагов. Вы как злой официант вердитесь от врага к врагу, раздавая порции свинца. Постоянно уворачиваетесь от снарядов, клешней, когтей, зубов и хрен пойми еще чего, и тут резко всё заканчивается. У вас минимальное количество здоровья, вы на радостях бежите к аптечке, берете её, и появляется ещё фиговая туча монстров. Вы снова уворачиваетесь, прыгаете, меняете оружие, и опять тишина. И что вы брали аптечку, что не брали? Здоровья у вас всё так же мало. Но вы при этом не расстроены. В этом и была вся прелесть геймплея. Каждый бой был чем-то особенным, напряженным, ожидаемым, похожим на все другие, но при этом уникальным. От этого даже сегодня The First Encounter играется так же свежо и непринужденно. А она вышла, напомню, в 2001 году. Помимо геймплея, у игры была прекрасная стилизация и атмосфера. Вы блуждали по реальным местам Древнего Египта. Например, вы окажетесь в храме царицы Хабшевсвуд, в долине мёртвых или Метрополисе. И когда я смотрел фотографии этих мест в учебнике по истории, я всегда глупо улыбался, вспоминая, как мочил ты монопланетных тварей. Помимо этого, на уровнях было полно пасхалок. Были как и обычные тайники с оружием, так и нестандартные, как, например, тайное помещение, где находились разработчики игры. Эдакие странные худосочные существа с огромными головами, которые очень драматично умирали. Были в игре и боссы. Обычно ими являлись сильно увеличенные копии обычных монстров, но они были настолько гигантскими, что занимали весь экран, и никакой претензии к фантазии разработчиков не возникало. А финальный босс был настолько огромен, и он так пафосно появлялся, что я до сих пор считаю его эталоном боссов в аркадных шутерах. Помимо всего этого, в игре был мультиплеер, где даже сейчас устраиваются дикие зарубы между игроками и весьма продвинутый на тот момент редактор карт. В общем, получилась не игра, а сказка. Смешная, драйвовая, интересная и разнообразная. IGN дала The First Encounter статус игра года, а другие игровые издания сравнивали игру с Думом и Дюком Нюкемом, что уже является весомым аргументом по поводу качества игры. Исследуя поговорки «Куй железо, пока горячо», через несколько месяцев вышла The Second Encounter. И это не вторая часть серьёзного Сэма, как многие считают. То есть формально это продолжение первой части, но полноценной игрой она как бы не являлась, хотя сложно такое сказать про игру, где было новое местодействие, другая стилистика и больше десятка уровней. Скорее всего, The Second Encounter можно расценивать как очень большой аддонг первой части, либо как её вырезанный обширный кусок. В любом случае, стартует второе пришествие там же, где и закончилась первая. Сэм ворует летающую тарелку инопланетян и летит на свидании с Менталом, дабы сказать пару ласковых от всего человечества. Но его тарелка терпит крушение из-за разработчиков игры, которые на летающем прототипе паровоза без задней мысли весело взрывают тарелку. НЛО падает в джунглях Южной Америки, но Сэму всё равно где убивать, среди пирамид или среди храмов ацтеков, поэтому до Ментала он управляется пешком, шагая по трупам своих врагов. The Second Encounter отличается наличием более обширных и разных карт. Помимо Южной Америки, мы побываем как в древнем Вавилоне, так и в средневековой Европе. Иногда локации приносят что-нибудь новое в геймплей. Например, в одном тоннеле, где не работает гравитация, монстры атакуют вас как с пола, так со стены потолка. На картах появилось больше испытаний ловушек, где нужно было проявлять свою внимательность и ловкость. А последний уровень настолько эпичен, и там играет такая эпопеянная музыка, что хотя бы ради него стоит пройти игру. Появились и новые экземпляры оружия, такие как огнемет, божественная снайперка и даже бензопила-дружба. До сих пор не могу понять, почему в играх так мало бензопил, ведь ими так классно создавать из врагов продукцию для мясокомбината. В стане врагов также случилось пополнение. Появились рёмные большие существа с тыквенной головой и бензопилой в руках, которые сразу навевали мысли о Хэллоуне, или демоны, пускающиеся фаерболами, которые почему-то напоминают мне Балоры из Neverwinter 2. Боссы стали оригинальными, их аналогов среди обычных мобов больше не встретишь, что тоже радует. Были в игре и старые боссы, правда, в качестве пасхалок. О, пасхалок в The Second Encounter просто море. Если на первых метрах вы можете найти сразу две пасхалки, то представьте, сколько их было во всей игре в целом. Пасхалки снова высмеивали разные игры, съебали игрока или были просто полезными заначками. Ну и я не мог не вспомнить русскую версию The Second Encounter. Есть версия второго пришествия, переведённого знаменитой студией Fargus, которая ставила на рабочий стол легендарную заставку и отличилась очень оригинальным переводом, два раза пронесённым через пром. Во втором пришествии версии Fargus половина рукописного текста была не переведена в принципе, а то, что было переведено, было несколько... неординарным. Например, бонус неуязвимости назывался похуизом. Взяв миниган, могла появиться надпись «Подобрана реально пиздатая пушка». В другой, более официальной локализации, текст переводил Гоблина, озвучивал Сэма сам Никита Джигурда. И если честно, узнал я это год-два назад, и у меня случился когнитивный диссонанс по этому случаю. The Second Encounter тепло было принято как игроками, так и прессой. И она в чём-то даже перегнала оригинального Сэма. И именно со второго пришествия пошла волна моддинга игры. Появлялись новые модели, карты, режимы для мультиплеера и даже новые сюжетные кампании, собранные игроками. Некоторые из них продавались на дисках, вводя в ступор как меня, так и многих других игроков, поскольку в силу неопытности и возраста мы считали, что это продолжение Серьёзного Сэма. Ну и на волне успеха Серьёзный Сэм начал выходить везде, где только можно. Сначала вышла серия «Сэм Палм». Исклюзивная игра для карманных компьютеров, работающих на мало кому известной операционной системе Палм. И судя по всему, игра была так себе. Потом появилась версия для Xbox, включающая в себя уровни первых двух эпизодов с новым изменённым мультяшным интерфейсом и обликом Сэма. И это, как по мне, только портило атмосферу гротоксного реализма игры. В 2004-м вышла малоизвестная серия «Сэм Нэкс Энкаунтер». Малоизвестная потому, что вышла игра только на второй плойке на GameCube. Тем более, в то время у всех на слуху был Half-Life 2, Far Cry и Painkiller. Про Серьёзного Сэма все забыли. Хотя весьма зря, несмотря на переработанную мультяшную графику, оставляющую налёт детскости, игра была близкой к канонам оригинальных игр. Мы оказывались в Древнем Риме, носились по Колизеям и преследовали мини-Сэма, злого клона Серьёзного Сэма, которого создал Ментал. Привычный геймплей разбавлялся поездками на технике и различными бонусами, поэтому скучать не приходилось. Правда, дизайн некоторых противников был весьма спорным, но в остальном всё было очень здорово и по-старому. Посетил серьёзно Сэм даже портативную приставку GameBoy Advance, и это было весьма скверно. Игра была кривая, с очень неудобным управлением, да и от бешеной динамики Сэма ничего не осталось. Все ваши силы уходили на взятие врага в прицел и поиск выхода из одинаковых коридоров. А потом случилось самое ужасное. Вышла вторая часть. Именно продолжение, лучше бы его не было. Игра изменила себе буквально во всём, начиная с стиля и заканчивая механикой. Тот мультяшный интерфейс серьёзного Сэма для Иксбокса был что ни на есть с тревожным звонком, который все проигнорировали, а зря, потому что серьёзный Сэм стал полностью мультяшным. Тот относительный реализм и чёрные шуточки сменились на карамельные пейзажи, приколы в стиле «А, посмотрите, серьёзный Сэм упал на землю со смешным звуком». Впрочем, некоторый юмор в игре остался, и фирменный стёб разработчиков над различными клише фильмов и игр тут в полном наличии, вот только подача этого стёба отвратительна. В серьёзном сэме появился сюжет и просто невероятное для серии количество видеороликов. И вроде бы это хорошо, но выглядят они так, как будто смотришь некачественное видео, созданное с помощью Гаррисмода. Анимация кривая, в некоторых моментах её нет вообще, модели убогие, постановка? Ха, даже не спрашивайте, лучше бы кротим не залезали в эту сизю вообще. А эти диалоги и персонажи... Фу, господи, уберите их! Да, тут все персонажи какие-то мерзкие, даже серьёзный Сэм вылетит так, как будто его челюсть укусил рой радиоактивных пчёл. Сюжет состоит в том, что некие медиумы, выглядящие так, как будто сутками слушали песни Анджелы Лондон, призывают Сэма к себе, чтобы попросить его помочь собрать некий амулет, с помощью которого можно победить Ментала. Амулет, конечно же, расколот и находится на разных планетах в разных частях галактики, и Сэм соглашается его собрать, ну а куда деваться, он же крутой? Уже на первых уровнях замечаешь, какая же скверная игра этот второй серьёзный Сэм. Вы ходите по каким-то деревням, в которых живут гистрофичные аватары Джеймса Кэмерона, и убиваете неказистых аборигенов и варваров с большими передними зубами. Ощущается это, знаете, как если бы очень тупой человек с лоботомией мозга, ДЦП и синдромом Туретта старался вас рассмешить. То есть, вроде бы как и улыбаешься из-за жалости, но понимаешь, что тут нихрена не смешно. Не наручат они лепые локации, не монстры не улыбают, а отталкивают. Да уж, тот клёвый дизайн врагов из оригинальных игр исчез, как будто его и не было. Вместо этого враги тут делятся на стереотипных и нелепых. Первый тип включает в себя различных зомби, солдат в кафандрах и даже стандартные вертолёты, в общем, всех тех врагов, которых можно увидеть в любой другой игре. Нелепых врагов тут гораздо больше. Орки-рэкбисты, ведьмы, камиказы с гигантской бомбой вместо головы, зелёные двуногие монстрыки, о господи. Да уж, Картим явно пофантазировали, но в этот раз источником их вдохновения являлась ЛСД. Нет, ну вы только посмотрите, в кого они превратили бы Кооборотни из оригинала. Это... это заводная игрушка. Её убиваешь просто из-за жалости, потому что весь её вид говорит «Убей меня, прошу, я не могу так жить!» И вот такого вот дерьма тут просто тонна, потому что для каждого из пяти этапов есть свои оригинальные враги. О каком задоре идёт речь, когда от дизайна игры хочется плакать? Но самое страшное — это изменённая механика. Врагов стало немного меньше, и они стали живучие. И вроде бы что такого, но это фатальным образом сказалось на геймплее. Если в оригинальных сэмах на вас кидывали уйму врагов, которые быстро на вас снеслись, и вы обязаны были в эти секунды проанализировать усложившуюся панораму, предсказать действия врагов и составить план действий, дабы не попасть под раздачу, то во второй части враги подаются дозированно, и вы можете просто встать на одном месте и по очереди не задумываясь убивать всех, кто подошёл к вам слишком близко. Да, можете мне не верить, но в первом, втором и третьем пришествии была, так скажем, ненавязанная тактика, которую устраивали сами враги. Вы должны быть в курсе всего, что происходит, где появились враги, сколько и какие особенности они имеют, и от этого начать плясать. Какое оружие выбрать, сколько нужно снарядов, кого убить в первую очередь, от кого увернуться. Это, конечно, не весь, какая тактика, но всё происходит на инстинктивном уровне. Вот что реально круто. А вторая часть. Ты берёшь любую пушку, становишься и бьёшь всех, кого видишь. Многие враги крайне медленные, и лишь парочка действительно заставляет вас чуть-чуть подвигаться. Ну или придётся побегать, когда все враги дальнобольные, но спрячься за ближайшей колонной, и снова начинается тупой тир. При этом видно, что разработчики хотели разнообразить игру. Пять миров кардинально отличаются друг от друга, имеют свою фауну и врагов. Вы погуляете и в джунглях, и в китайском городке, даже окажетесь на планете, где всё гигантское. Боссы тоже очень оригинальны, не только внешне, но и способы их убиения. Но это никаким образом не оправдывает эту диодскую пряничность, тупость больше половины шуток и бездумный геймплей. После критики второй части, Кротим вновь ушла в тень. Про серьёзного Сэма долго ничего не было слышно, и выходили только мелкие игры по франчайзу, на которые обратить внимание лишь ярый фанат Сэма. Так, Sirius Sam Double D является обычным сайдскроллером в знакомых декорациях, врагами и оружиями, которые в свою очередь можно соединять в дичайшую пушку, стреляющую одновременно лазером, пулями, ракетами и в довесок, режущих всех бензопилой. Несмотря на непривычный формат сайдскроллера, Сэм в нём чувствует весьма комфортно. Юмора и пародий в игре полно, драйв тоже на месте, а некоторые моменты утрут нос даже оригиналу. Например, нужно выбраться из ямы, заполняя её трупами врагов. После вышел инди-проект Sirius Sam's Random Encounter. Эта игра более необычно интересна, потому что это, внимание, старорежимная JRPG по серьёзному Сэму со всеми вытекающими последствиями. Ведь сверху случайные пошаговые схватки, напарники и копление уровня. И если в неё засесть, то становиться будет сложновато. После вышло HD переиздание первых двух пришествий, специально для тех, кто не играет в старые игры из-за плохого графона. Графику действительно сильно перерисовали, добавили динамичный свет, тени и прочее. Sirius MHD – это стопроцентная калька оригинальных игр, и фактически ничего не изменилось, но почему-то меня больше тянет к старым версиям, чем к HD переизданию. И после этого снова наступила тишина. Кратим очень редко давали информацию, то, что они делали, было покрыто таинственным мраком. Некоторые говорили, что следующим проектом будет тактический шутер. Некоторые утверждали, что мы наконец-то убьём Ментала, но все эти домыслы витали в воздухе, не имея под собой реальных основ. И только в 2011 году всё выяснилось. Sirius M3 – Before the First Encounter анонсировали так же внезапно, как и первое пришествие. И, о, да, от второй части тут не осталось и следа. Разработчики поуняли свою фантазию и вновь сделали акцент на геймплее, поскольку остальное в Серьёзом Сэме уже не так интересно. Сюжет является приквелом The First Encounter, и полностью повторяет историю оригинала. Только теперь мы в настоящем времени лицезреем, как воевали люди против Ича Дементала, и как Серьёзный Сэм стал главной надеждой человечества. Графика стала намного реалистичней, правда, частенько выглядит она так, что хочется зайти в настройки и убедиться, что графика выстрелена на максимум. Да и сами локации малообразные. Песок, песок, много песка, город с песком, песчаные лабиринты, а потом, что бы вы думали, снова песок. Но на картинку перестаёшь обращать внимание, когда приходят они – враги. Именно они задают настрой. Расстреливать их истинное удовольствие. Они снова похожи на нормальных монстров, а не на орков-рэкбистов. Из них выливаются галлоны крови, и они снова заставляют нервничать вашу задницу. В игру снова вернулся задор и драйв. Снова вертишься и убиваешь всех, как умалишённый под отличный хард-рок с кучей пушек. Что ещё для счастья надо? Кстати говоря, третья часть выросла из другой игры – неанонсированного и замороженного кротим-шутера вроде Call of Duty Battlefield. Оттуда были взяты некоторые наработки и оружие, но, к счастью, Сэм получился таким, каким мы его ждали. Он как будто переносил нас обратно в 2001 год с поправкой на современное железо. Сейчас, кстати, похожая ситуация. Аркадных шутеров хоть и стало больше, но то, что предлагал Сэм, никто предоставить не мог. Даже Дюк-Нюкем, который после уже мимичного анабиоза мог порадовать только самых отпетых фанатов. Единственное, где ощутимо оплошали кротим с третьей частью – это нефатки смелости. Мода на милитарий-шутеры в реальном времени не сильно сказалась на серьёзном Сэме. Локации построены по принципу коридора – огромная площадь, а иногда целый уровень проходит в тёмных, неуютных подземельях. И там Сэм себя чувствует весьма неважно. Да и дичи не хватает, слишком уж всё натуралистично, как бы эта страна ни звучала. Зато пушки крайне порадовали. В третьей части буквально ощущаешь, как пули врезаются во вражескую плоть. А Кувалда вместо бензопилы нисколько не огорчает, даже наоборот. Ведь она с таким смачным звуком обрушивается на мозги гнааров. Кстати, ближний бой тут вписан очень органично. Не нужно переключаться на нож или бензопилы. Здесь при лобовом столкновении врагу можно скрутить шею, выдрать глаз, сердце, целой головы. И это не только помогает, но ещё и веселит, как сказал бы мой знакомый маньяк. В целом, серьёзный Сэм – это серия, которая живёт сама по себе. Не принадлежащая к мейнстриму, она плывёт против потока. И оглядываясь сейчас на проект хорватской студии, понимаешь, что даже несколько ребят с желанием высмеять всю суть шутеров и поднять на смех иконы этого жанра, могут сделать легенду. А ведь серьёзного Сэма даже не планировалось. Игра называлась In The Flash. Сэм Стоун имел имя Флэш и Гай. И всё было создано только для того, чтобы показать возможности движка Sirius Engine, на котором помимо Сэма было сделано ещё несколько проектов, среди которых есть довольно известная Nitro Family. Но волею случая мы имеем одного из самых колоритных героев, который даже Дюка Нюк ему может обозвать белобрысом. Да, серьёзный Сэм спотыкался. Он не так популярен, как Call of Battlefield, но то, что он поднял уроненное Дюком в знамя аркадных шутеров – это бесспорно. А у меня на этом всё. Заходите на GamePilot и зовите друзей, ведь чем больше вас, тем больше мотивации делать контент у нас, а новые видео уже совсем скоро. Так и не пропустите. С вами была программа Игра в Мундире. До встречи.